Девушки отдыхают У белорусов 49 позиция, у гостей 43 Им раньше не доводилось играть против друга И это еще один повод обратить на сборные особое внимание Команда нашей страны за время выступления в матчах неофициального чемпионата мира среди мужских сборных Знавала вкус победы над лидерами Сюда вполне можно отнести россиян, испанцев, аргентинцев и немцев Дружина гостей пока славы не избалована И за 17 лет у нее эта третья попытка выйти из второй зональной группы в первую В нашу команду после тех громких викторий пришли другие ребята Поколение «Некст» пока блистательных побед не одерживало Но каждый матч проходит в упорной борьбе Нынче Сергей Тетерин, вернувшийся на капитанский мостик после перерыва Призвал по знамена национального флага Владимира Игнатика, Дмитрия Жирманта, Александра Бурова и Максима Мирного В жеребии распорядился так, что начали матч Беларусь-Босния и Герцеговина Лидер команды гостей Амир Делич и вторая ракетка нашей сборной Дмитрий Жирман На корте вчерашний дебютант и лидер Конечно, такое сочетание выглядело интригующе Ведь история матчей Кубка Дэвиса пестрит случаями, когда Викторию своим командам приносили как раз менее титулованные игроки Дмитрий Жирман только два месяца назад дебютировал в матчах за национальную команду В поединке против Молдовы он дважды выходил на корт Один раз проиграл и один выиграл Нынче его выступление открывало трехдневный теннисный марафон Дмитрию 23 года и он располагается на 581 позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Амир Делич – безусловный лидер команды Боснии и Герцеговины В 2007-м он достиг пика своей карьеры, поднявшись на 60-ю строчку рейтинга Сейчас 29-летний теннисист расположился в начале второй сотни Но не будем сбрасывать со счетов тот факт, что на недавнем мастерсе в США он играл в основной сетке За свою команду Делич выступает третий год и имеет 10 побед при четырех поражениях как в одиночном, так и в парном разрядах Первый сет Шестой гейм на подаче Делича затянулся Самой малости не хватило белорусу, чтобы сделать брейк Более маститый боснец удержал свою подачу Более того, уже в следующем гейме показал зубы и взял подачу соперника, поведя 4-3 Были у Димы шансы, хотя, признаемся, немного, чтобы выправить ситуацию Но Делич не позволил ими воспользоваться Спустя 40 минут после начала встречи счет на табло был 6-4 в пользу Амира Делича Первая игра напряженная, интересная, я думаю, что зрителям нравится, будем следить Второй сет После восьми разыгранных геймов ничья 4-4, игра ровная Красивыми длинными розыгрышами теннисистую публику баловали нечасто, придерживаясь принципа максимальный результат при минимальных затратах Чисто визуально, менее титулованный и опытный белорус Жирман своему сопернику ничем не уступал Разве что иногда казалось, что гость чувствует себя на корте более раскрепощенно Долгожданный брейк наступил в девятом гейме К сожалению, его автором был не белорус Вновь отличился Амир Делич, который повел 5-4 и вышел подавать на вторую партию Реализовать задуманное ему удалось с первого сетбола, вновь 6-4 Третий сет. Боснец начал эту партию на караже Комбинированный острый теннис незамедлительно принес свои плоды Как не сопротивлялся Жирман к натиску гостя, удержать свою подачу не смог Так спустя всего 10 минут на табло было уже 2-0 в пользу Делича К сожалению, белорус стал часто ошибаться, чем удачно воспользовался боснец В четвертом гейме завязалась борьба на подаче Делича Белорус заработал тройной брейк-поинт Не без помощи оппонента он организовал таки брейк и составлял счет в сете 2-2 5-4 ведет в этой партии Дмитрий Жирман и при 40-15 имеет двойной сетбол Слишком хотел Делич выиграть, вышел к сетке и допустил досадную ошибку Первый одиночный поединок продолжается 6-4, 6-4, 4-6 В активе Делича два выигранных сета, у Жирманта один Удивляет, во-первых, своим спокойствием, совершенно необычным спокойствием А с другой стороны, он просто проигрывал в первом матче Только за счет отсутствия вот такого игрового опыта Все остальное, все у него компоненты игры есть И я думаю, что вот даже при любом исходе матча сегодня он только набирает Четвертый сет. Теннисисты на корте уже два часа Разведка позади и игра стала более агрессивной Сейчас оба предпочитают атаковать, при этом допуская много брака Но все равно условия на корте диктует представитель команды Боснии и Герцеговины 11-й гейм стал в этом сете ключевым А Мирделич повел с брейком, хотя далось ему это очень непросто Двойной матчбол у гостя 6-4, 6-4, 4-6, 7-5 За 2 часа 53 минуты первая встреча была завершена Босния и Герцеговина повела в матче 1-0 Впрочем, пришедшие во дворец тенниса зрители все равно остались довольны и увиденным А болели, конечно, за белорусов Пришел сегодня поболеть. За кого болел? За красного Сегодня сейчас смотрела, как играют дяди? Да И болела за кого-нибудь? Да А за кого? Я болела у него еще нахуй За кого болеешь сейчас в этом матче? На таком корте играть непросто Теннис получается очень быстрым и отскок сильным Я знал об этом еще накануне Встреча была сложной, тем сильнее я рад, что смог победить Что до Игнатика, то я знаю его еще с 2008 года Помню, что он скоростной игрок и что у него мощная подача Сегодня я буду смотреть на его теннис с надеждой увидеть слабые стороны Которые я мог бы использовать в воскресном поединке Что могу сказать про свою игру В целом доволен Хотелось бы немножко улучшить еще свою подачу Потому что у соперника подача сегодня, я думаю, в принципе, всегда очень хорошая Я доволен своим физическим состоянием Потому что, в принципе, с того матча я работал И работал, в принципе, и над своей физической подготовленностью И над какими-то ударами определенными Следом на корте появилась вторая пара игроков Владимир Игнатик с нашей стороны и Дамир Дзумхур с боснийской Лидер сборной Владимир Игнатик выступает за команду с 2008 года За это время в его активе 12 побед и 10 поражений Он обладает мощной подачей В последнее время активно играет на турнирах категории челленджа Стремясь улучшить свой рейтинг 19-летнего Дамира Дзумхуров называют не иначе, как будущим боснийской команды Это и неудивительно, он быстрый и думающий игрок Пока находится в начале третьей сотни мирового рейтинга Дзумхур провел за команду лишь три встречи В двух из которых одержал победу Теннис в исполнении этих игроков кардинальным образом отличался от увиденного нами ранее Если в первой встрече ставка была сделана на подачу То здесь теннисисты доставали, казалось бы, безнадежные мячи Особо преуспел в этом неотличающийся выдающимися атлетическими данными Дамир Дзумхур Его скорости перемещения по корту мог бы позавидовать практически любой игрок из элиты мирового мужского тенниса К части нашего лидера Владимира Игнатика он подыскал ключи к игре оппонента Затратив всего 26 минут, он взял первый сет 6-3 Вторая партия получилась не в пример стартовой боевой Ведя по ходу сета, Владимир в какой-то момент утратил нить и позволил сопернику себя настичь Дело дошло до тайбрека, где умение белоруса подавать на вылет принесло дивиденды 7-6 Я ожидал сложный матч, но оказался не готов к такому Впервые вижу человека с такой первой и второй подачей В общем, Игнатик здорово сыграл, но не думаю, что в воскресенье он будет так же хорош Но они не видели моих еще самых замечательных матчей, поэтому они, думаю, не знаю, посмотрим, будут они ошибаться Надеюсь, что они ошибаются, потому что все, я играл сегодня хорошо, но самым замечательным матчем это назвать сложно Брейк в начале третьего сета позволил Игнатику уйти в отрыв и обеспечить себе некоторое игровое преимущество 2-0 Далее стояла задача удержать геймы на своей подаче, не позволяя сопернику навязывать борьбу По большому счету это ему удалось 6-3 счет третьего сета и белорус Владимир Игнатик восстановил статус-кво в матче Беларусь-Босния и Герцеговина Итак, после первого игрового дня 1-1 Вживую очень понравилось, конечно, гораздо интереснее смотреть, чем по телевизору Матч второй особенно был очень такой насыщенный, то есть игра была, конечно, лучше Но я думаю, завтра в парном разряде мы выиграем с Мирным Максимом И, в общем, матч был красивый, да, интересный был Хотелось удивить Игнатика, но нам это не удалось Недостаток Дамира и его молодость Тем не менее, мне очень интересно, как бы все складывалось, не выиграй белорус во втором сете А так Игнатик, конечно, заслужил свою победу Владимир отыграл хорошо, в свою силу Немножко, я думаю, что где-то был себя так изнутри Мучал в определенных моментах матча В целом, он довольно уверен, шаг за шагом, что в победе То есть задача, наверное, на сегодня этот день уже оставить в истории И готовиться уже к матчу, завтрашним матчем и воскресням Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова